Дважды телефонные мошенники пытались обмануть одну и ту же семью. Дважды они были близки к успеху и все же остались ни с чем. Просто уже второй раз мы попадаем в такую ситуацию. Сначала в декабре прошлого года такая была ситуация. Ваш родственник стал виновником ДТП. Такую историю излагал неизвестный мошенник по телефону. Затем требовал деньги на лечение пострадавших. И тоже просили 850 тысяч. Так было в первый раз в конце прошлого года. Сегодня история повторилась. И в телефоне уже, казалось бы, опытных людей снова появились мошенники. В этот раз позвонил, представился внуком. Почему-то она погулась и решила, что она с внуком разговаривает. Говорит, бабка, я сбил девушку. Я сейчас нахожусь в областной больнице. Я сам не пострадал. Пострадала сильная девушка. У нее ушло головной мозг. Сейчас будет следователь разговаривать. Очень часто потерпевшие полагают, что говорят с внуками, внучками, другими родственниками. Они ошибаются. Шок информации о вымышленной проблемной ситуации сбивает их с толку, рассеивает внимание. И с ней дальше следователь разговаривал. Следователь разговаривал, рассказывал где-то два с половиной часа. Заставил ее писать заявление. Рассказал, что ему грозит уголовная статья. Несколько лет лишения свободы надо выручить, а не согласно размещению ущерба материального и физического, морального. И потребовали деньги, 850 тысяч. Длительная обработка пожилой женщины почти увенчалась успехом. Пенсионерка поверила вымышленному рассказу о дорожном происшествии. Приготовила все свои накопления. Запаковала их в наволочку и села в ожидании гонца, который деньги должен был забрать. Сняла все свои деньги, сбережения, она еще дом какие-то нашла, деньги. И сделала все дальше, как машинку просили. Завернуть эти деньги в полотенце, полотенце завернуть в наволочку, наволочку завернуть в простынь, простынь в пакет, в газету и в пакет. И сидела уже на готове. Обработано полностью, что сейчас приедет курьер. Но тут вместо курьера прихожу я с работы. Пара меньше пришла с работы, так получилось. Внезапно приехавшая к бабушке дочь быстро разобралась с ситуацией. Пометуя прошлый опыт и руководствуясь здравым смыслом, попытку пенсионерке отдать мошенникам деньги, женщина решительно пресекла. С мошенниками она даже разговаривать не стала. И была совершенно права. Прожил трубку. Через 10 или 15 минут уже у нас у полиции стояли полиции, следователи. И ждали курьера. Это сын уже организовал. Он с работы ехал сюда. Он позвонил, потому что это не нормально. Дважды. Звонить по одному тому же телефону. И дважды вымогать у бабушки деньги. Сначала внучка, потом внук. Ничего не получилось у них. Продолжение следует...